Помниж ВНУ Беларуси и Украины подписаны свыше 190 договоров об сопрационестве. Лишь бы грунтовное и зараз наступил той самый час, каля эпизодичные зносины необходимо изменять на системное. Рабить гэта зручней на региональном узровне. Сирот пропанов, огученных на деловым совете, наращивание суместной навыково-техничной деятельности и поширение сопрационества у АйТи-адукации. Нам очень важен опыт и украинской стороны, их решений. Вот сегодня мы действительно обсуждали вопрос организации независимой оценки качества, как это сделано в Украине. И этот опыт нам очень интересен, точно так же, как и в целом деятельность и в общем среднем образовании, и в профессионально-техническом, и в высшей школе. Украинская и беларуская системы адукации вышли за одной агульной. За неколька десятков годов яны, конечно, зведали змены. И гэта новая накерунки, подыходы и практики у адукационной сферы привабливаются до обмену в опытом помеж специалистами Беларуси и Украины. Нам очень нравится то, что вы собираетесь сделать вот эти колледжи, которые будут давать программы разных уровней. И уровня, скажем, квалифицированного рабочего, и уровня техника, младшего специалиста, то, что называлось. И это очень важно, чтобы они были организованы в рамках единого образовательного учреждения, скажем, колледжа. Потому что в этих случаях возможно обеспечение качества. Качество преподавания, качество лабораторного оборудования, эффективное управление инвестициями и так далее. Деловый совет установок адукации Беларуси и Украины протягнули посаджения на секциях у ГДУ имя Франциска Скарины и ГДТУ имя Паула Восьповича Сухого. На порядку дня темы развития регионального супрациониста у профессийной адукации, навыковых связи у двух краин-суседок междууниверситетской интеграцией. Евгения Кухаронак, Евгения Макеенко, Телерадиокампания, Гомель.